Посольство США в Молдове обнародовало видеопрезентацию, в которой показало, как будет выглядеть территория бывшего республиканского стадиона после реставрации и строительства новой резиденции Диппредставительства. Чтобы инициировать процедуру продажи участка, стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Также на месте прежнего стадиона будет обустроен просторный парк, а специальная комиссия должна оценить стоимость земли перед заключением сделки. В рамках этого нового проекта кампуса будут инвестированы свыше 250 миллионов долларов для строительства нового офиса посольства, чтобы создать сотни рабочих мест, поддержать местных предпринимателей, а также чтобы способствовать росту молдовской экономики. Презентация была обнародована посольством США в нашей стране после того, как накануне Соединенные Штаты и Молдовы подписали меморандум о взаимопонимании, необходимой для начала процедуры продажи территории бывшего республиканского стадиона. По проекту вместо заброшенного участка в самом центре столицы появится парк с зелеными насаждениями, а исторические ворота стадиона отреставрируют. Об устройствах художественных инсталляций, создании нового парка, которым смогут пользоваться горожане. Проект, представленный посольством США, предусматривает реставрацию этих ворот города, которые долгие годы оставались нетронутыми. Работы на этом месте могут начаться в ближайшие месяцы, однако сперва комиссия должна высказаться по поводу стоимости участка. На прошлой неделе правительство утвердило проект постановления, который предусматривает, что агентство публичной собственности посредством сертифицированного оценщика обеспечит установление точной стоимости земли. После чего будет создана рабочая группа, в которую войдут представители нескольких министерств. Займется рабочая группа обсуждением окончательной цены, по которой будут переданы 5 гектаров земли. Процедура отчуждения территории бывшего стадиона началась в феврале. Этому предшествовали долгие годы обсуждений и споров. Началось все в 2018 году во времена правления демократов, когда парламент утвердил решение о продаже стадиона под строительство новой резиденции посольства США. Социалисты оспорили это решение в Конституционном суде. Высшая инстанция в 2021 году постановила, что обращение парламентариев необоснованное. За долгие годы республиканский стадион стал покрываться травой, мусором и даже стал пристанищем для лиц без определенного места жительства. В 2006 году стадион перестал принимать посетителей. Спустя год по распоряжению тогдашнего премьера Василия Тарлева его снесли. Тогда Тарлев обещал, что на месте стадиона будет возведена современная арена на 20 тысяч мест, а также отель. Однако строительство так и не началось. Продолжение следует...